Добрый день, друзья! Добрый день! И у нас сегодня очередная кухня инфодайинга. Мы расскажем вам все, что было у нас на этой неделе. А на этой неделе у нас было много сообщений опять, как идут дела у наших детишек, у наших взрослых, как меняется их жизнь, какие сознания озарения случаются. И какую-то часть из этих сообщений, вы знаете, я все-таки вспоминать начала, потому что поняла, что есть завал, мы долго не выкладывали, и даже было ощущение, что появились ожидающие. А, наверное, у них нет результата, да? Поэтому на этой неделе я, в принципе, много скринов выложила в Инстаграм. Скрины – просто удобная форма общения, когда мы нажимаем, фотографируем, выкладываем, и все. И больше ничего делать не надо. То есть это две минуты работы, и вы видите, что это писали реальные люди. И начнем с того, что скрины были на этой неделе, когда благодарили за то, что быстро приехали книжки «Управление восприятием» и «По чату мам». Кстати, замечу, книга «По чату мам», написанная, которая называется «Книга, которую написали мы» или «По чату мам детей, особенных детей». Написала, собрала все сочинения Александра Зайцев. И вот эта книга, она остается рабочей и очень важной для тех, кто начинает работать с аутизмом. Это касается не только родителей, это касается и психологов, и психотерапевтов. Вы начинаете работать с аутизмом, вы начинаете работать с родителями, детей с особенностями. И здесь очень хорошие примеры психологической работы, как случаются озарения сознания, и как это проявляется сразу на детях. И, наверное, эта книга одна из основных для того, чтобы родитель вообще включился сознанием и осознал, что ребенок – это его творение, это его произведение искусства, это его яйцеклетка и сперматозоид создали это творение. И у него должен заработать иначе мозг для того, чтобы у ребенка пошли изменения. Вот эта книга реально помогает на этом пути. И вот на скринах, что мы выкладывали на этой неделе, книга своевременно доставляется. Те заказы или те подарки, которые мы высылали, все вовремя красиво приходит. То есть все работает по всему миру, никаких ограничений нет, при всем том, что мы физически находимся в Беларуси. Было одно из сообщений, когда нас благодарили за мужчину, за мужчину, за мужа. История, какая мужчина работает дальнобойщиком, у него закрывался один глаз, и он не видел уже, и это, сами понимаете, это большие нервные нагрузки, и все-таки дальнобойщикам надо видеть двумя глазами. И у него был тик щеки, и там, ну, по неврологии были вопросы. И нам его жена написала, и мы буквально немножко скорректировали работу, и вот она вот тут же прислала буквально через несколько дней. Когда он приехал домой, глаз у него открылся, тики стали редкие. Когда он спит, щека спокойная, пока не чувствует правую сторону щеки. Вот. Ну и огромная благодарность. То есть, на самом деле, это та часть работы, которую вообще медицина не делает, чтобы вы понимали, да? Но на это ушло несколько дней. Для того, чтобы тело, замечу, возрастного человека отреагировало. И это прекрасно. Нас благодарят за то, что мы возвращаем людей к осознанности, к тому, что у них меняется жизнь. И жаль, что нас узнали только в 50 лет, только сейчас. Опять были фото, как доходят наши книги. А еще из интересных сообщений, там у мальчишек гормоны стали норма, хотя у обоих мальчишек был диффузный зоб там какой-то степени. И приложение документов. Да, и документы. То, что гормоны стали в норме, хотя врачи назначали пожизненный прием гормонов, чему мать очень сопротивлялась. Ну, в общем, уже видны изменения невооруженным глазом. И уже это подтверждает результаты анализов. Дальше. Мой сынуля впервые за 11 лет спит крепко, так долго полагается ребенку. Хотя норма... В общем, раньше пичкала мелатонином, чтобы ребенок спал. И сама ела мелатонин и спала. А сейчас просвольте себе. Капец. Ну, в общем, много чего присылали. Это те скрины, что я успела закинуть. Если вы думаете, что есть какая-то система анонсирования этих скринов, нет. Система такая, о, вспомнила. Раз и послала. Потому что, на самом деле, когда много работы, а ее много, то понимаешь, что вот то, что ты послал, то осталось где-то. А то, что ты не послал, не осталось где-то. Даже, наверное, я на этой неделе какие-то статьи выкладывала. А, да. О том, что там диагноз F84 не подтвердился. Ребенок словно начал жить свою жизнь. А, статью выкладывала. Границы доверия себе по курсу «Семья из глубины». В общем, вот это все вы уже дальше можете почитать на сайте ПУКБАЙ. Это вот в течение недели происходило. Ну и, слава богу, неделя ушла. И ушли все эти наработки и обратная связь. Из того, что сейчас реально и то, что работает. А, кстати, там еще по одному ребенку по эпилепсии там меньше стало. Ну, это ладно. Ну, там я сейчас много могу нас вспоминать. Потому что, когда мне пишут в личку, личные сообщения я стараюсь не выкладывать. Я все-таки стараюсь из чатов выкладывать сообщения. Смотрите. Из того, что было еще на этой неделе. У нас подключили карту МИР. То есть, это на самом деле очень большое событие. Практический месяц из России к нам не шли платежи. Практический месяц. И, таким образом, как бы россияне остались за бортом, мы специально не стали менять стоимость семинаров и оставили их в продаже. Те семинары, которые будут закрытыми, те, которые под грифом из глубины, они закроются. Они закроются 1 мая. Вот в этот день они заблокируются. И если есть люди, которые планировали участие в этом курсе и готовы были оплачивать, там цена стоит сейчас за эти семинары без стоимости отработки. То есть, вы просто как участник его можете приобрести. Но это будет до 1 мая. Потом курс закроется. Мы это сделали для тех наших ребят, которые находились на территории России, на территории Украины, которые много с нами прошли курсов, тренингов, но не смогли подключиться. И поэтому вот сейчас мы делаем вот такой шаг навстречу. И с 1 мая мы понимаем, что к этому моменту уже все, кто хотел купить, а не купили. Значит, мы это дело заблокируем. Дальше. И с 1 мая у нас изменятся цены на наши практикумы, которые уже прошли. То есть, есть и практикумы. Опять-таки, потому что не работала платежная система, мы их оставили по старой цене. Помните нашу политику. Вы участвуете с нами, вы получаете в полтора раза дешевле. Когда вы покупаете, вы потом покупаете дороже. То есть, цена изменится на 50%. Поэтому с 1 мая будет изменение цен и будет закрытие семинаров и каких-то практикумов. Пока это все есть в доступе, хотя они и прошли. Сделано это потому, что не работала карта МИР, невозможно были платежи из России. На сегодняшний день все платежи возможны абсолютно со всех стран. То есть, там, где работают виза и мастер-карт, это все работает у нас. Единственное, пожалуйста, проконтролируйте. Во-первых, чтобы у вас совпадали лимиты, чтобы ваша карта проводила платеж. Второе, установка 3D Secure. Это очень важно, потому что даже по карте МИР 3D Secure требуется. Это проверка безопасности, чтобы вашей картой не воспользовались мошенники, чтобы у вас не списались лишние деньги. Поэтому это система безопасности, платежная система BePaid. И она обязательно проверяет карты. Потому что я вижу, когда идет отказ платежа, практически в 100% случаев отсутствует 3D Secure. Поэтому, пожалуйста, это проконтролируйте сами. Скачайте это приложение, установите. Ваш банк подскажет, какое приложение у вас работает, какое для вас актуально. Это все на сайте своего банка найдете, поставите, и у вас это все будет работать. И, пожалуйста, можете платить и подключаться с любой страной мира. То есть сегодня мы эту тему закрыли. Дальше. Из тех новостей полезных и хороших, которые у нас были. Мы вывесили расписание. Расписание еще не полное. Расписание будет дополняться. Но мы вывесили те курсы, которые интересны нам. Как всегда, мы позаботились о Сибири. Ну да. Вообще невероятно. Но из тех курсов, которые интересны нам. Нас ждет курс, который называется «Ключ потока основы глубинного управления». Это, опять-таки, семинар, где будут даваться и где будут делаться акценты на потоковых состояниях, на работе с информацией, на умении идентифицировать правдивую информацию от ложной информации, на умении распознавать и дешифровывать информацию, когда она идет из целостного восприятия или из парадоксального восприятия. То есть здесь уже с работой с состояниями и с восприятиями. Это очень глубокий курс. Поэтому здесь вообще не будет даваться психотехнической базы, когда люди приходят. Вот есть в голове у человека такая мулька. Дай мне психотехнику, а я седу, тик-тик-тик-тик-тик, вот сложу и сделаю. Вот дай мне волшебную палочку, я ее помахаю, оно сработает. Нет, ребята, вы можете махать чем угодно. Оно не сработает. И одна и та же психотехника, психотехническую базу знать надо. Одна и та же психотехника из разных состояний дают разный результат. Вообще разный. То есть есть простые психотехники, которые вообще обесцениваются. А, знаю, они работают. Из состояния, когда ты муравей и смотришь на человека, у тебя вообще очень мало чего работает. У тебя реально работает только задница, и ты можешь муравейную кислоту впустить в ногу человеку. И тогда человек на тебя обратит внимание. Но есть состояние и восприятие, когда ты уже хотя бы в своем сознании не муравей, а человек. И тогда уже многие техники начинают играть по-другому. А есть восприятие, когда у тебя не просто представление, что ты человек, а когда ты знаешь, что ты человек. И ты уже смотришь на муравья из этого восприятия. Это совсем по-другому играют техники. А есть состояние, когда ты видишь человека как муравья. И тогда из этих состояний вообще психотехническая база упрощается, и она работает и играет другими красками. То есть это управление восприятием раз, и управление своими состояниями внутренними два. Для управления своими внутренними состояниями надо уметь управлять своим умом и эго. Вот сегодня у нас будет лекция, которая называется «Горе от ума». Предыдущая была у нас по эго. Это по уму. Еще будет у нас лекция, которая называется «Свет в конце тоннеля». Это по высшему «Я». То есть мы берем структуры психики личности человека, именно личности, индивидуальности. Это важный момент, когда вы их понимаете. Потом следующий момент, когда вы их осознаете, и потом дальше вы учитесь ими управлять. Во-первых, они должны быть в гармонии. В-третьих, надо осознавать, как будет идти переток информации, потому что высшее «Я» будет проявлять ту информацию, которую вы управляете. Что вы туда закинете в топочку, в свою печечку, то вы и получите на выходе, то вы и будете проживать. И вот эти моменты управления своими психическими структурами – это тоже очень-очень важный момент. Поэтому вот всем этим вкупе тонкостям мы учим, объясняем и стараемся дать на курсах. Но там, где мы работаем с глубинными состояниями, там психотехническая база, она очень тяжело даётся, её дать очень тяжело. Когда ты работаешь без состояний, когда ты об этом рассказываешь, делишься, то есть формат более лекционный, либо чуть-чуть практический, да, вот как на практикумах, ты можешь передать уже саму психотехнику, но ты не передаешь эти состояния и не учишь управлять восприятием. И получается, это как разные блоки. Здесь ты гамму тренируешь, а здесь ты произведение играешь. А надо уметь всё на самом деле, для того, чтобы управлять своей жизнью осознанно. И в какой-то момент на самом деле всё это упрощается из целостного восприятия, оно как в точку собирается, когда у тебя всё это отработано, и ты просто видишь иначе. И тогда ты можешь менять угол восприятия, и в зависимости от угла восприятия у вас оживает та или иная психотехника. И даже самые простые оживают, и ваш музыкальный инструмент звучит по-другому, потому что вы тогда становитесь другим. Вы становитесь, вы настраиваетесь свой инструмент, вы становитесь целостным, гармоничным. И самое главное, у вас в голове появляется, зачем вам то или иное произведение надо, что вы хотите реально играть, а потом, что вы хотите написать в этой жизни. Ведь ключевое, что вы хотите создать. И знаете, вот есть такой переломный момент, когда мы задаём вопрос, а что же я хочу сыграть, какое произведение я хочу оставить. И вот в этот момент, это как подведение итога, я же играть уже научился, мне же надо сдать экзамен. И вы знаете, тут же из коллективного вам прилетает предложение о старости, о том, что они пора ли тебе на покой, может время успокоиться, как бы жизнь прожита, и пошли ограничения, а эти ограничения уже по долголетию и, соответственно, по здоровью. И вот этот момент, он тоже очень интересный, так работает коллективное, его тоже надо научиться замечать и вовремя говорить, нет, 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 спасибо. Это курс и сами. Я сама как-нибудь. Я сама как-нибудь разберусь, сколько мне жить и какие произведения мне играть. Но это очень интересные, тонкие моменты, но это ваша игра, которая основывается либо на том, что создаёте вы, либо в тот момент, когда вы лоханулись, за вас создаст коллективное. Мгновенно причём, как только вы пропустили этот гол. И этот гол может быть вообще невероятно. То есть его нам помогают забивать наши дети, его нам помогают забивать наши близкие или какие-то ситуации, которые вы вообще не ожидаете. То есть прилетает, и человек говорит, ну да, я уж как-нибудь перебьюсь, моя-то жизнь прожита. И деточки, пускай наши, живут в счастье и здоровье. И гол пропущен. Тьфу, ворота полетела. И вы стареете тогда. И вы тогда быстренько-быстренько, вместо того, чтобы развиваться, так хоп, она и пошли на поведение. На затухание сразу. Это слив ресурса. Вот эти моменты, всем вот этим моментом, когда мы пропускаем гол, когда не пропускаем, какие-то вещи мы объясняем на лекциях, самые простые. Но там, где уже надо совмещать это с состояниями для работы, ну для этого есть тренинги. И вот смотрите, тренинги даже будут различаться по цене. Вы будете видеть, если тренинг стоит дорого, значит этот тренинг очень тяжелый с точки зрения восприятия и управления состояниями. Значит он не будет повторяться. И он будет в дальнейшем только в записи. Потому что мы разгоняемся для того, чтобы прийти вот в это состояние, чтобы передать эту информацию. Если тренинг простой вариант, разговорный жанр, то это вообще лекция. Там, где состояние можно не передавать. Если это какие-то более-менее простые раскачивающие вещи, это практикум, либо коллективное погружение. А если семинары идут где-то по средней цене, такие тоже появятся у нас, они появятся там, где неглубокие состояния, но все-таки мы уже каким-то вещам учим, плюс учим психотехнической базе. Замечу, вот из того, что мы сами рекомендуем для тех, кто норовит прийти в инфодайминг, мы рекомендуем технический курс для начинающих. Мы, кстати, снизили специально на него цену, для того, чтобы человек смог его прослушать, пройти, чтобы он не так жалел для себя, в общем-то, финансов, потому что курс насыщенный именно психотехнической базой. Какие-то вещи мы будем не повторять. Какие-то вещи мы будем систематизировать для того, чтобы сделать методологию. То есть мы инфодайминг, видите, как шла постепенно работа, начиналось все. Помните, с чего начинался инфодайм? С ржача на диване шоу, где мы там людям рассказывали, отвечали на вопросы. Где мы там ходили, беседовали с Гитлером, Лениным, Крупской и так далее. И дальше уже пошло. Кстати, вот эти вот все материалы, они есть в архиве. Архив находится в сайт Пукбай. Если вы почитаете, он так и называется. ID, инфодайминг, ID, ZIP. ZIP – это архив. То есть вы можете зайти на этот сайт, там полностью весь архив, и до инфодайминга, психотехнической базы, там было очень много тренингов, и по гипнозу, по всему. Сайт невероятно огромный, Пукбай. Только когда его переносили лет, наверное, 8 назад на другую платформу, было только печатных материалов, только печатных материалов больше 3,5 тысяч. Вы понимаете, это какой объем был набран печатного текста, да? А там еще было видео, там еще много чего было. Так вот, это все находится в архиве, и если вы посмотрите на сам сайт, так, даже сама зайду, здесь даже есть ZIP ID. И здесь эксперименты, погружение, экспедиции, тут много чего. Опять-таки, у нас как работа строится? Где-то раз в год те материалы, которые мы видим, что они как бы устаревают, мы идем вперед, дальше, дальше, и у нас не хватает новых разделов, мы тогда раз какой-то раздел перекидываем в архив. И у нас таким образом, вот оно все так постепенно, смещается в архив. И архив растет. И архив растет, а новое находит место, потому что сайт этот огроменный. Если вы что-то захотите найти, воспользуйтесь поисковиком. Поиск по сайту здесь есть, и ключевые слова везде прописаны. Поэтому, тоже как вариант, когда вы будете знакомиться с прошлым инфодайинга, здесь прошлое уже в архиве. Так вот, смотрите, мы начинали с развлекухи, потом дальше мы поняли, что мы попали в очень серьезную штуку. Мы начинали с гипноза, и развлекались-то мы по гипнозу. Но в какой-то момент гипноз заканчивается состоянием самнамбулизма, 3-3 по каткову. А в какой-то момент мы поняли, что мы вывели человека в активный парасамнамбулизм. Активный парасамнамбулизм, это когда у человека в голове прошла пара реальностей. Потом мы вывели человека в пассивный парасамнамбулизм. Пассивный парасамнамбулизм не описан уже в науке. Это открытие, это изобретение. И это четкое изобретение, потому что гипноз – это о засыпании, это о уходе в сон. А парасамнамбулизм, пассивный, это про просыпание, это про выход из сна. Выход из сна не описан ни в одной литературе, ни у одного ученого, нигде. А все, что касается религиозной литературы, там написано пробуждение. Это когда тебя кто-то будет. Не ты просыпаешься, а тебя кто-то будет. То есть это ведомое состояние. Так вот ни хрена в инфодайвинге это ведущее состояние, когда человек управляет собой в состоянии просыпания. Да, по сути, это вход в поток. Это вход в поток, на самом деле. В поток информационный, потому что у нас утром формируется следующий день. У нас утром загружается. Он загружается в глубоком сне, а когда мы просыпаемся, у нас подключаются, какие сюжеты из этого хлама, что нагрузилось из коллективного, будут подключены конкретно для тебя. И вот получается, инфодайвинг, это вот как раз-то про эти состояния. И так как мы четко осознаем, что это открытие, мы четко осознаем, подали на патент, у нас пошли 4 заявки на патент, мы четко осознаем вот эти все моменты, что мы сейчас вносим те состояния, те знания, которые отсутствовали в обществе. И мы показываем на практической работе, каких результатов можно достигать по разным заболеваниям. Более того, мы говорим о том, что в психике нет разницы, болен ты онкологией или аутизмом. Абсолютно причем. Вообще психике пофиг, каким образом причинить тебе боль. То есть если мы начинаем говорить о заболеваниях, мы будем говорить не об исследовании бактерий и какой орган они поразили, а мы будем говорить, зачем это заболевание пришло к вам в жизнь и что вам надо изменить для того, чтобы вас отпустило. И мы будем говорить о том, что очень важно это менять, потому что как день сменяет ночь, так жизнь сменяет смерть. И если вы ложитесь спать больным, вы просыпаетесь больным. И других вариантов нет. И до тех пор, пока ваш иммунитет не отработает за десятки, сотни дней, день, ночь, когда вы поправляетесь, точно так же ваш иммунитет будет отрабатывать десятки, сотни дней и ночей, жизней, когда вы будете выходить из инвалидного состояния или из болезненного состояния, из страдальческого состояния, не будете называть это кругом сансары и выносить ответственность на Бога, который вне вас. Зачем это делать, когда инфодайм вам показывает, ребят, все у вас, вы можете это сейчас осознать и изменить. Включить мозг, измениться. Ключ в этом. Вот этому всему мы учим, и так как эти подходы вообще отличаются от медицинских подходов, например, в медицине вы же приходите к врачу, врач, дай таблетку, чтобы мне не болело. дай таблетку, чтобы мне не болело, не учитывает интересы психики вообще никак. А ваша психика это вы настоящий, искренний тот, которого вы в себе запрятали и не хотите проявлять. Ту божественную часть, которую вы в себе не признаете и считаете, не я вы ее вынесли на солнышко. Так вот, получается, интересы вот этого своего не я, своего бога вы и не учитываете. И это неправильно. Поэтому, когда вы взаимодействуете с врачом, и таблетка не помогает, а в большинстве заболевания оно не помогает, кроме простудных, да, невирусных, даже вирусные в большинстве с ним затухает герпес и возвращается, или там спит, или до любого заболевания возьмите, ой, это последствия, это где-то в крови застряло, это, это и переходит в хронику. Вот так у вас происходит циклическая ошибка, и уже следующий день и следующая жизнь у вас поломаны. Вот это надо убирать, а для этого надо задать себе вопрос, зачем мне это прилетело? Получается разворот под 180 градусов относительно той системы медицинской, которая сегодня существует. И этот разворот на самом деле имеет свои последствия. мы не отрицаем таблеток, более того, мы за то, что были хорошие медпрепараты и они помогали человеку, но мы ставим на первое место психику. И таким образом продажа таблеток резко сокращается. Более того, получается, что так или иначе человек вдруг озаботится своим питанием, а что же я сую в свое тело, какой химии я его травлю, почему я ем пластиковые помидоры, почему я ем генно-модифицированную кукурузу и так далее. У человека возникнут эти вопросы, потому что таким образом он портит свое тело. И не они первичны, а первичен запрос на их потребление, опять-таки, из психики. Потому что когда-то он точно так же наплевал кому-то в колодец, создав такие же продукты и так далее. Вот что навредила религия? Это то, что убрало инкарнационный цикл. Сделала один день, ночью нет. И следующего дня нет. И я могу валить все, что угодно. Я могу делать во все тяжкие, кидаться и плевать во все колодцы. И мне хоть как-то там говорят, трава не расти. Дорогой, если ты тогда проводил эксперимент на людях, сейчас ты этот эксперимент имеешь и проживаешь на себе. Вот, очевидно. Есть день, ночь, снова день, также есть жизнь, смерть, снова жизнь. Вот оно, все по образу и подобию. Когда вот убираем, оставляем только одну жизнь, то мы оставляем один день, день сурка, и живем вот так. Вот ваш круг сансары, это день сурка. Вот он и есть, круг сансары. И постоянно гадим себе, гадим, 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 пока не заплюем себя и не вылетим вообще из игры. Сами себе плюем колодец, плюем, 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 и в этом же и барахтаемся. Суть, как выйти из этого. Вот инфодайинг показывает возможность выхода, когда вы видите, где и как вы поступаете, где вы не являетесь человеком, где вы гадите сами себе, вы разбираетесь сами с собой и разбираетесь не через психоанализ или гештальт, где мы поговорили, поплакали, выбросили эмоции, какнули еще себе в колодец и убежали. Нет, так не будет. Здесь сразу и сразу с изменениями в теле, потому что четкий ответ, четкий вопрос, четкий ответ. Вот эти парасомномбулические состояния, они, именно пассивного парасомномбулизма, они дают возможность выдавать очень хорошие результаты, и это как раз-то и говорит о развитии внутренней силы человека, о развитии сознания человека, о развитии духа человека. то есть там, где человек становится человеком, там, где человек просыпается и вспоминает, что он Бог. На самом деле это речь о просыпании. Поэтому вот мы эти все вещи осознаем, и мы понимаем, что для того, чтобы соединить инфодайм с медициной, надо какая-то методология. Вот мы сейчас этим занимаемся, и соответственно, будут какие-то тренинги, которые будут давать промежуточные такие варианты, когда у человека, когда человек может связать это с психологией, это будет размазывать инфодайм по психологии, но при этом инфодайм, поверьте мне, будет вытеснять психологию, потому что искренность и свет не может не вытеснить тьму. Так приходит рассвет. Так приходит рассвет. Свет врывается, и ночь уходит. Вот таким образом инфодайм будет вытеснять то, что сейчас есть основанное на лжи, обмане, на животных рефлексах, животных инстинктах, описании человека как животного, превращении его в обезьяну и так далее. Кстати, Дарвин никогда не говорил, что человек произошел от обезьяны, он всегда поддерживал его божественную составляющую, но почему-то в народе осталось, что человек произошел от обезьяны. Почему? Наверное, кому-то это было выгодно. Наверное, тому же, кто и обрезал день-ночь. Пускай будет обезьяна, а не овен, поменялись. Чуть-чуть запутали. Чуть-чуть запутали, да, чуть-чуть усложнили. А на самом деле, как только вы решили, что вы кого-то обхитрили, вы обхитрили самого себя, вы попали в свою собственную ловушку. И вы будете выбираться из своей собственной лужи. Да, как только вы подумали, что вы умнее кого-то и обманули, все, вы обманули самого себя. Единственное, что вы действительно можете для того, чтобы не гадить себе, это светить. А для этого нужна искренность, открытость, для этого нужна внутренняя сила. Та внутренняя сила, которая отсутствует, когда вы находитесь в объективном восприятии. Потому что, когда вы дома, когда вы в своем внутреннем мире, ваш внутренний мир отражает вас. Но когда вы делаете что-то для других, когда вы уходите в коллективное, все, у вас здесь пустота, вас нету. И тогда это заполняется коллективными программами. И тогда вашего внутреннего света нет. И у вас силы нет. поэтому как только вы пытаетесь что-то хитрить и играть с объективным, с коллективным, именно с позиции выгоды, подстройки и так далее, вы это все делаете для них, а не для себя. Вы слабы, у вас нет силы, и ваша психотехническая база будет нерабочей. Когда у вас нет силы, ваша психотехника не работает. и поэтому субъективное восприятие, оно обязательно для того, чтобы работала психотехника. Сейчас нас могут упрекнуть, сказать, ну как же, вы же тоже там держите цену для нас. Нет, ребята, мы это делаем для нас. Мы это делаем для нас, потому что у нас есть интерес провести определенные программы, положить определенные методики, сделать определенную работу, точно так же, как когда мы книги писали, мы проделали огромную работу с книгами, сейчас еще две книги осталось, и этот блок будет завершен, то, что мы планировали. На тот период у нас был один подход, потом у нас другой подход, точно так же, как у нас был первый подход, когда мы вообще где-то полтора года работали с детьми. Вот вы поймите, у нас была группа детей около 250 человек, мы работали с кем-то за 100 долларов, с кем-то бесплатно, с кем-то там шлись смешные деньги, мы год работали. Ни один психолог, психотерапевт за такие деньги не работает год. Мы это делали для того, чтобы подсчитать, систематизировать, увидеть результаты и так далее. Но этот период прошел, пошел следующий период, потом следующий период, мы просто так двигаемся, мы видим, где разумно, какой шаг сделать сейчас, период методологии. И поэтому под это дело тоже будут подстроены определенные программы, для того, чтобы по этим программам уже могли учиться психологи и по этим программам, чтобы их можно было уже соединять с официальной психологией и медициной. Потому что даже то, что мы сейчас говорим, например, лекция называется «Мир мертвых». Мы говорим серьезные вещи там на самом деле, но сидит психолог, говорит, о, это больные экстрасенсы. Тум, отбил. Насколько он здоров, мы можем поговорить отдельно. Даже в индивидуальной беседе, кстати, на эту тему у нас есть очень один интересный проект, одна очень интересная идея. Она будет озвучена где-то к июню месяцу. Но когда человек отбивает информацию, он сам не развивается, он сам уходит в деградацию. Он не воспринимает. и остается в том, что имел. О развитии речь не идет. Мы показываем те результаты работы, которые сегодня бесспорны. Сегодня сколько бы ни пытались размазать, рассказать, просто то количество положительных результатов по инфодаймгу, оно зашкаливает. И даже если есть процент, он обязательно должен быть, до 10% должно быть людей, у кого ничего не изменилось, кто на нас обижен. То есть я сидел в канализации, меня достали, помыли, и я пошел сел в канализацию, я обижен. Прекрасно, таких 10% это нормально. То есть это дельта, если ее нет, то подозрительно, как в период выборов. Если у тебя больше 90% голосов, то это очень подозрительно. Вот здесь то же самое. По правилу Парета вообще даже 20% может быть. Но при этом даже если взять 80%, это охрененная результативность, которую сегодня не выдают ни одна методика вообще. с инфодаймом на сегодняшний день ничто сравнится не может. На самом деле я вставлю 5 копеек. На самом деле работало бы все 100%, но для этого надо двойное, полностью встречное движение 100 на 100. Как минимум не залезть обратно в канализацию. Остановиться на краю и сказать, подожди, я подумаю перед тем, как нырнуть, заткнуть нос и прыгнуть обратно. Да. Не буду, не отобью, а задумаюсь. Задумаюсь. Вот этот момент, точка, прыгнуть мне назад или нет. Если бы человек останавливался на краю, вот просто сказал себе стоп, я задумаюсь, все, был бы 100% результат. Но из того, что я наблюдаю и то, что чувствую, я понимаю, что часть людей не могут не прыгнуть. И знаете, какая-то часть людей это уже размазанная, часть слабая. Например, я тихонько врала мужу, когда там заказывала консультацию, спряталась от него. Или мне, деньги где-то припрятала, а потом у меня мама выстыдила и мне перед мамой стыдно, а мама очень четко в свой колодец засунет обратно. Мама же не даст выскочить обратно. Но вы знаете, на самом деле, если вы думаете, что при этом ничего не изменилось, вы глубоко заблуждаетесь. Уже изменилось. Уже изменилось. если вы уже с инфодайингом имели дела, уже изменилось, потому что, как минимум, были разорваны старые кармические связи, информация была зачищена, а при образовании новых уже и ваша суть, ваша душа, она учитывает, вы уже учитываете то, что вы свободны. И тот человек или те люди, с кем было взаимодействие, у них как разрыв связей произошел, и у них происходит замыкание на себя. То есть, они будут выгребать за счет собственного ресурса. А за счет собственного ресурса это уже другая тема. Это тема, когда психика собственная начинает причинять боль. В психике нет другого механизма. И самое главное, что психика знает, все, была возможность. Уже раз этот разрыв был, значит, была возможность изменения. Значит, надо бить и заставлять меняться. И это делаем не мы, это делает ваша психика, это делаете вы для того, чтобы выгребти из канализационного колодца, который вы создали сами. Это же ваши плевки, вы же сами туда нагадили. Это не кто-то гадил за вас. Вы просто в этом живете. Если вы живете в страданиях, в боли, в служении, в недостаточности, вы в раю, и вы представляете, вы такую выгребную кучу в раю нагадили, чтобы в ней плавать. Это ваш бассейн плавательный. Страданий. Страданий. Вы пришли в рай, где вы можете светить, реализовываться. Вы пришли чистым светом. Но вы так обгадились, что вы плаваете в этом бассейне и ничего больше не видите. Но это ваши фекалии, это ваши плевки, это то, что вы создали со своей жизнью. Это плод вашего творения. Вот когда люди это осознают, а чем мне нравится инфодайнинг тем, что в этих состояниях многие вещи, когда ты идешь вглубь, вглубь себя и познаешь себя, в этих состояниях это все очевидно. И очевидно, и весело, потому что ты видишь вообще сумасшествие, как можно было вот так сделать. Это полное отсутствие логики, это полное отсутствие разума, это полное... Это настоящее сумасшествие. Это сумасшествие. Самое настоящее. И ты видишь вот эту сумасшедшую свистопляску, которая считается нормой и называется цивилизованным обществом. Вот это парадоксальное восприятие, оно позволяет многие вещи видеть слегка, пародийно, смешно. И вы знаете, оно позволяет видеть выход из этих ситуаций. То есть там, где люди запариваются, безвыходная ситуация, что будет, да-да-да, здесь очевидно. А будет по подобию бери и будет вот так. Кстати, в последнем подкасте, где мы наложили человеческое тело на Землю, я потом еще два дня ходила под впечатлением, вот это в потоке, кстати, тогда сорвало, так интересно. И если смотреть дальше, вернуться к этой теме, если наложить физическое тело, оно точно такое же, как и Земля. Земля тоже физическое тело, только большего размера, то есть это та же самая меркаба, те же самые работающие тетрайдеры, только форма другая. Так вот, у Земли тоже могут быть внутренние органы, они выполняют какую-то функцию, соответственно, они будут проявлены через человека, если его соизмерить, например, с бактерией или с клеткой. Так вот, получается, если мы назначим, например, США мозгом, Европа априори должна быть тогда ртом, если мы пойдем опускаться, Европа как бы рот, голодная Европа, во многие века она была голодной, ну, ты знаешь, по поводу этого, ну, то есть дырка, но у меня тут же возникает такой стебный момент, доктали это дырка, потому что вот именно в Европе были изобретены шляпы с полями, а для чего? Потому что ночные горшки сливались сверху на голову прохожим, то есть не было канализации. Когда мы путешествовали по Кубе и как-то довелось идти по славному городу Тринендад, и там текла канализация прямо по улице, и ты понимал, что вот ну, просто в этом доме, наверное, нет канализации, то это вызвало такой, мягко говоря, шок внутренний, да? Вот представьте голодную Европу, голодную ли, если там все-таки были изобретены шляпы с полями, ну, ладно, это Европа, докрот ли это? Ну, дальше, если мы двинемся дальше, все-таки, если предположить, что это род, то мы будем, придем к Беларуси, да, у нас вот часть Польши, и Беларусь это болото, да, это очень много болот, это легкие Европы, и как бы, само собой, болото там заканчивается уже где-то к Минску ближе, ну, еще к Солигорску, там туда, и дальше сердце, сердце Минск, да, четко ложится, дальше, если мы чуть опускаемся, Россия, она, желудок, она всегда, все, что касается еды, выращивания, сельского хозяйства, там и так далее, это была Россия, да, Украина, поджелудочная железа, четко легло, если мы пойдем дальше, Китай, все-таки, очень хорошо с кишечником, и дальше, если еще опускаться туда, ниже, мы придем к Индии, и вот эта жопа полная, да, толстая кишка, ну да, толстая кишка, и бактерий там очень много, в смысле, население очень большое, но, вот когда мы приходим в Индию, возникает следующий вопрос, как и в Европе, да, и этот вопрос, это я только по подобию раскладываю, да, вот, мудрству лукаво, санскрит, язык, это же все-таки речевой аппарат, да, санскрит где был? Там был, в Индии, и санскрит, он, боги пришли белые, говорили на санскрите, и санскрит, он содержит очень много русских слов, он очень, очень сильно пересекается с русским языком, и речевой аппарат, именно это то, что отличает бога от животного, и вот получается, что, когда мы говорим про санскрит, про учение, про развитие, причем про древнее развитие, то оно как бы было там, а сейчас оно тут, и вот у меня возникает иногда такая мысль, а не перевернулось? Ну, относительно Беларуси, там, в России это примерно то же самое останется, да, ну, Беларусь может сдвинуться, в России тоже хватает там болот, а Беларусь тоже обеспечивает сельхозпродукциями, и так далее, то есть, вот этот вот переворот, есть, а вот все, что касается речевого аппарата, здесь, конечно, есть о чем подумать, ну, и, соответственно, можно дальше разложить по другим органам и системам, и посмотреть о других ролях, но вот, когда смотришь так, тогда и функции мозга, они тоже немножко смещаются, да, где же мозг, есть о чем задуматься, да, но это продолжение подкаста, просто, если вы хотите, повисите дальше на этой теме, потому что вот у меня она еще так заставляет задуматься, потому что это парадоксальное восприятие, на самом деле, когда вы смотрите из парадокса, вы смотрите с разных сторон одновременно, и вы накладываете это с большего на меньшее по подобию, и тогда вы можете видеть, как система будет работать, как будет развиваться, и что будет происходить, и заметьте, вы здесь, кажется, занята ваша программа ума, но при этом у вас абсолютно четко настроены и работают чувства, и вот по чувствам у вас идет информация, и вы четко знаете это, это и это, и многие вещи тогда так раз и подсвечиваются в очевидности, то есть вот это и есть парадоксальное восприятие, восприятие, просто самый лайтовый, самый простой пример из того, что мы можем привести вот так на широкую аудиторию, очень подробно это будет описано в нашей книге, парадоксальное восприятие, читая ее, вы будете видеть, то есть там фраза, и она за собой тянет большой объем информации, который потом раскрывается озарениями, ну по-другому с парадоксальным восприятием невозможно, но до него надо дойти, до него надо дойти, взяв просто так, не возьмешь этот объем, если взял просто эту книгу без предыдущих, не возьмешь этот объем, именно вот этот объем, где когда одно слово несет огромный объем информации, все-таки надо подойти к этому, мозг должен подготовиться. Ну это на самом деле, это полностью управление восприятием, и самое главное, я благодарна себе, что мы записали это дело, и тебе записали это дело, а я так спокойно говорю себе, потому что все равно ты это я, а я это ты, все равно это мы создали свое отражение для того, чтобы сделать это одно сознание, вот, но когда эта работа сделана, она дает возможность человеку пройти точно так же этап за этапом, пройти, прожить, прочувствовать, осознать очень многие моменты, и, кстати, по обратной связи, что мне пишут, книги перечитывают по 3-5 раз, потому что каждый раз идут новые озарения, и каждый раз смотрятся под другим углом восприятия, это на самом деле тренировка восприятия, это на самом деле, вот прикольно, Кастанеда говорил, сдвинь точку сборки восприятия, и вот эти двигающие точки сборки, они все думали, да где же мне пиота пожрать, да, или там кактусов, ребят, не об этом речь шла, вот оно управление восприятием, оно делается абсолютно осознанно, абсолютно в чистом теле, абсолютно в ясном чистом сознании, и так далее, вот эти варианты мы оставили в книгах, вы можете их прочесть, познакомиться с ними, и так далее, вот, и какие-то моменты, все, что касается методологии, и соединения более с психологией, и с медициной, мы будем выдавать в ближайшее время, то есть в наших планах это с июня месяца, там пойдут еще дополнительные анонсы, там пойдет дополнительное мероприятие, там пойдут, ну, из того, что мы планируем запустить, там пойдет немножко другая тема, поэтому наша задача сейчас до июня закончить книгу «Парадоксальное восприятие», потому что там пойдет книга «Иллюзионист», «Иллюзионист», вот все, что касается иллюзиониста и практики, вот это уже пойдет где-то с июня месяца, «Парадоксальное восприятие» сейчас вычитывается, вычитывается для того, чтобы уже завершить, потому что, по сути, книга написана. Ну, какие-то разделы еще добавятся, потому что я понимаю, что вот по мужчине и женщине еще надо добавить обязательно, по вот этим переходам на расширение сознания надо включить, не все их смогут выполнить сейчас, даже самостоятельно не смогут, но при этом, возможно, будут люди, которые дойдут до этого, осознают это, и они захотят это сделать, и у них хотя бы будет представление, в какую сторону двигаться, потому что есть трансформационные моменты, которые мы, например, запускали в себе, они не всегда комфортные, но это тоже управление уже целостным восприятием, когда тебе надо трансформировать свою психику для того, чтобы быть другим, для того, чтобы быть другим. Ну, в принципе, наверное, основные моменты мы рассказали, да, из еще интересного, сегодня у нас, мы уже говорили, будет лекция «Горе от ума», мы пройдем сегодня по психической структуре, которая называется «Ум», мы ее рассмотрим, как она была выделена, мы рассмотрим, кстати, смешно, да, когда начинаешь, как она была выделена, мы рассмотрим, как она была выделена, почему ум — это не разум и почему там, где активный ум, нет разума и почему там, где убитый ум, нет вообще ни разума, ни ума и нет человека. И мы, опять-таки, пройдем по религиям, что делают медитации, что делают секты, что делают буддистские учения, и зачем они это делают, и что они делают с умом. И о какой деградации тогда мы будем говорить. Я даже слово развитие в данном случае не произношу, потому что здесь однозначная деградация. Потому что однозначно ломают. Однозначная ломка, однозначная деградация. И эту деградацию вы можете видеть по больным детям, которые где-то истощены, где-то анемичны, где-то... А детей больных стало больше. Больше и больше. Это говорит о чем? О сломанном. Именно вот она, деградация идет. Поломанная. Поломанная. И если вы думаете, что ребенок поломан, а вы родитесь потом здоровым, нет, вы родитесь у поломанного ребенка. День сменяет ночь. День больной. Следующий день больной. Вы имели в этой жизни онкологию? Вы рождаетесь? Почему ребенок в три месяца заболел онкологией? По качену. Его Бог наказал, наверное, за родителей. Здесь еще родители до трех лет свою гадкую функцию не выполнили. Здесь они еще не успели пригрузить. Но здесь работает свое. И он свой привет говорит. Привет. Ты каким уснул, таким проснулся. И вот когда мы вот эти вещи видим, болезни молодеют. Не просто так. Инфаркты молодеют. Не просто так. Инсульты молодеют. Не просто так. За что ни возьмись. Количество рождаемых инвалидов. А когда большие войны, через поколение идет рождение. Да, еще следующий день, он может быть такой неосознанный, но еще где-то проскочить можно. А через поколение. Туда. И пошло. Трехточечная система работает. Ничего просто так не проскочить. День сменяет ночь. Жизнь сменяет смерть. И снова жизнь, и снова жизнь, и снова жизнь. Вопрос. Вы будете жить в круге, как белка, бежать по одним и тем же граблям? Или вы будете создавать жизнь и жить в раю, как люди? И шагать, да? А не на одном месте топтаться. Бог создал человека в раю. И потом какой-то червяк или змей погрузил его в ад. Так, слушайте, давайте разберемся с этим червяком. Где у нас в мозге есть червяк? А он там есть, замечу. Можете прогуглить. И за какие функции он отвечает? Как он связан с эмоциями? И так далее. Вы просто откройте. Ничего не скрыто. Всё написано. Всё называется теми словами, которыми называет разум. Все открытия идут через зазарение. Это значит, есть связь с разумом. Это значит, всё будет написано. Всё будет названо своими именами. Всё. Настолько всё. Настолько всё открыто, что тот, кто задумывал этот величайший стёб, вот этот вот величайший осознанностей, которое стебётся и развлекается в этой игре под названием «Жизнь», он говорит, всё написано, всё открыто. Сам себе не вынесу приговор. Нигде не обманывал. Нигде не лгал. Просто создавал переотражение. И предлагал. Сыграйте. Просто предложил. А дурни согласились. Спасибо, что сегодня были с нами. Сегодня у нас «Горе от ума». Потом у нас сегодня 18 часов в стрим. Я забыла про это сказать. У нас 18 часов в стрим. Мы ответим на ваши вопросы. В первую очередь на донаты. Потом мы выбираем из списка те, которые идут. И потом 8 часов у нас лекция «Горе от ума». С завтрашнего дня у нас начинается технический курс для начинающих. И на следующей неделе у нас лекция «Свет в конце тоннеля». И сразу после нее начнется курс. Офигенный курс, который называется «Ключ потока. Офигенный». С новой глубинного управления. Я уже сама этот курс жду, потому что этот курс офигенный. Офигенный курс просто. Потому что ключ потока – это не просто про интуицию. Это про разум и про себя в потоке. До встречи, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok